Проезжая часть вокзального шоссе уже несколько лет нуждалась в капитальной реконструкции. А ремонт, который там проводили, спасал от огромных ям всего на некоторое время. Кроме того, в этом году проводили ремонт газопровода. И эти места представляли собой участки дороги, засыпанные крупным щебнем. В эту пятницу дорогу почти полностью открыли для проезда. И новое покрытие сумели оценить водители. Ну, едешь, чувствуется на машине, что прыгает машина. Даже новая машина не эта, а на новой едешь, и на новой чувствуется, что волнами сделано. За такие деньги можно было лучше сделать дорогу. Ну, а так пойдет, сделали, пойдет. В сравнении с тем, что было, получше сделать. Но это ненадолго так, опять же, на год максимум. Ну, волны есть, говорю. Вот я уже ехал, много есть волны. За 22 миллиона можно было получше? Только, естественно, это разве за 22 миллиона можно золотом посыпать. Вообще-то ни отсюда, ни с Орска. Ну, ничего так пойдет. За 22 миллиона можно было пол Орска заасфальтировать. По сравнению с тем, конечно, разница большая. Ездить можно хоть. Закрывали на месяц, ничего не доделали. Сейчас что-то на обочинах еще делают. А сама дорога? Сама дорога тоже не очень. Едешь, и чувствуется, каждая кочка. Это волны, да, вот это все не совсем хорошо сделано. Администрация Орска требует выполнить ремонт проезжей части так, чтобы обеспечить ровность. Необходимые уклоны на основании дорожного полотна, чтобы дождевая вода не собиралась на покрытие. Поэтому работы на вокзальном шоссе продолжаются. Подрядчику предстоит оборудовать остановочные карманы. Только после всех необходимых процедур местные власти примут объект или не примут. Напомним также, что в течение лета в Орске планируют отремонтировать еще несколько дорог в разных частях города. А на некоторых участках уже положили новый асфальт. Елена Давыдова, Дмитрий Старостенко, Илья Логачев. Новости дня.